Первый критерий — это актуальность и социальная значимость проектов. Данный критерий обосновывается в поле обоснования социальной значимости проектов. Задача, которую ставим мы, — описать его без общих фраз, без каких-то общих проблем. Проблемы должны быть конкретные, приведены к конкретной территории, на которой вы собираетесь реализовывать проект. Если это город, значит, это должно быть о городе конкретном. Если район, то сведения должны быть о районе. Если это регион, о регионе. Если это межрегиональный проект, значит, должна быть информация, которая касается этих регионов, в которых будет реализовываться проект. Если он направлен на всю Российскую Федерацию, значит, ситуация должна браться по всей Российской Федерации. В данном описании должны быть приведены конкретные факты, статистика, сведения из открытых источников, социологические исследования, если они были проведены. Если вы делаете какие-то утверждения, что плохое, растет количество заболеваний, значит, приведите сведения и факторы, что растет. Не надо общих фраз, что что-то изменилось, что-то вырослось, кто-то плохо что-то знает. Приведите конкретно, почему вы пришли к такому мнению. Эксперт должен посмотреть обоснованность вашего утверждения на основе тех фактов, которых вы привели в обосновании социальной значимости проекта. На оценку в этом критерии влияет и дополнительная информация. Это целевые группы, которые вы указали. Если вы указываете целевую группу, она должна потом найти отражение в конкретных мероприятиях вашего календарного плана. Если вы указали несколько лиц из целевой группы, женщины, дети, пенсионеры и так далее, соответственно, ваши мероприятия должны направлены быть на те целевые группы. И это должно найти отражение в описании социальной значимости. Вся информация о тех, кого вы перечислили в социальной группе. Что вы ищете проблему, мы с вами посмотрели, социальная среда и целевая группа, где вы ищете проблему. В этом описании вы должны конкретно показать проблему. Вы можете приложить письма партнеров, которые говорят тоже о том, что есть такая проблема, о ней знают и готовы помогать вам решать эту проблему. Причем, когда партнеры говорят, что готовы помогать, мы понимаем, что это их помощь проекту, которая выражается в материальной помощи, информационной помощи, методической помощи. То есть не должно быть такого, что вы заявляете партнерами тех, кому вы собираетесь перечислять потом средства, полученные от нас. Как раз партнеры те, которые вам помогают, формируют вашу составляющую, собственные средства вашей организации, которые вы показываете в бюджете потом. Есть средства грантовые, есть собственные средства. В собственные средства могут входить как раз средства партнеров, которые готовы помочь вам в проекте с тем, чтобы решить проблему, которая описана в социальной значимости. Поэтому сейчас мы посмотрим на конкретном примере конкретной организации, подавшей заявку на грантовое направление сохранения исторической помощи. Перед вами первая часть описания социальной значимости, где общими фразами заявители описывают, что 17 сентября состоится 75 лет со дня освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Брянщина со времен Александра Пересвета славится своими героями. В современных условиях, когда сознание молодых людей подвергается всяческому негативному влиянию со стороны интернет-ресурсов, необходимо привить чувство патриотизма и уважения к истории родного края Отечества. К сожалению, далеко не все школьники и студенты в достаточной мере чтят имена людей, развернувших партизанское движение и внесших весомый вклад в дело Великой Победы. Дальше идут общие фразы, и вначале были общие фразы, но есть конкретная проблема, о которой говорит заявитель, что плохо проводится патриотическое воспитание на территории Брянщины, и школьники, и студенты не знают о партизанском движении, не знают именно тех, кто реализовал. То есть мы видим, что поставлена проблема. Дальше они, в принципе, выходят уже к описанию проекта, но в обосновании социальной значимости никаких цифр они не приводят, никаких исследований, на основании чего они сделали такой вывод, они не приводят. Мы не знаем, на самом деле соответствует такая постановка вопроса тому, что происходит в этой области, действительно ли не знают школьники и студенты ничего о патриотическом воспитании, не знают они об истории своей родины, мы не знаем. Но заявитель должен был это показать, он не показывает. Дальше он говорит, что социально значимый проект «Шумел в сурово брянский лет» предусматривает воспитание таких чувств патриотизма, гражданственности, любви к своей малой родине, знания истории своего края и сохранение его историко-культурного наследия, развитие инициативы и так далее. Вот если мы посмотрели, оно заканчивается в принципе на этом. Если мы посмотрели, с точки зрения, когда я говорил, что должно быть, мы с вами не видим ни информации. Я хотел еще сказать, проект направлен вся Брянская область, то есть география проекта, масштаб проекта, мы в масштабе потом посмотрим, я просто сейчас предваряю скажу, что масштаб проекта, в проекте заявлен вся Брянская область. Нет ни исследования по Брянской области, нет ссылок, почему заявитель решил и сделал такой вывод, что плохо поставлена работа в данном регионе. Нет количества молодежи вообще, с которой собираются вообще работать, чтобы оценить, какое количество молодежи в регионе, на какой объем из этой молодежи направлен проект, чтобы понять, какие результаты будут улучшения среди какого-то количества молодежи, количественные будут улучшения и качественные улучшения, самое главное, мы из этого обоснования уже сделать такой вывод не можем. Соответственно, оценка по актуальности и социальной значимости проекта больше двойки здесь подняться не может. Это можно легко посмотреть в методических указаниях для экспертов. А дальше уже следует, либо эксперт поставит единицу, либо поставит двойку, это право эксперта, оценивающего данную заявку.